книга открытым окон тема ереси секты вопрос 422 вы знаете все заблуждения и ошибки ритиков и так далее почему вы не ходите к ним и не обращайте их православие отвечает игнать технич лапки этому занятию я посвятил около 30 лет бурной деятельности среди них и даже видел плоды их встреч обращение сектантов православия это тяжелейшее занятие требующие исключительно глубокое знание всей библии и учения сектантов на одной из таких встреч моих с баптистами присутствовал архиерей амбросий юрасов и он сразу же воскликнул все это нужно немедленно издавать все это настолько живо что можно пощупать руками а то что нам преподавали московской духовной академии это сухая мертвая схоластика по моим противосектантским занятиям в университете на основании книги кальнева обличение лжеучения сектантов рационалистов издана брошюра беседы православного христианина с баптистами там по библии разбираются основные спорные вопросы каждому возрасту свойственно поднятие своей тяжести считаю что те люди которые пришли в православие сектантов и они трудятся в разных концах страны священниками продолжают это дело своей деятельности я никогда не зацикливался на одном деле занявшись магнитофонизации магнитофонизации среди прочих пленок издал специально три которые называются сектанство общая продолжительность звучание 25 часов а это уже сотни экземпляров это той же это тоже мой живой голос быть может еще и представится необходимость лично встречаться с ними как было раньше но сейчас я поглощен зданием книг не имея даже свободных и выходных дней прошло около 30 лет моих бесед центральных городах сибири и россии из сотен диспутов сектантами а это многие тысячи литиков хорошо знающих содержание библии бог даровал мне всегда полную и абсолютную победу каждой беседе я готовил с длительными молитвами со мной шли православные которые здесь же молились эти собеседования и диспуты навели на них неописуемый ужас и страх который не приходит к ним вот он не проходит у них вот уже 30 лет даже до сегодня примеру у отделенных баптистов барнауле зарегистрированных также молодежь меня вообще не видела в глаза но им очевидно многие подробно рассказывали о наших прошлых встречах когда наши новые братья встречаются с ними приглашают на беседу или даже так на пути немного познакомиться они как ошала ошалелые ошалелые прячутся в ужасе и только повторяют вы лапкины вы лапкины интересно что более 35 лет меня нет новосибирске где много был среди старобрядцев у них уже новое поколение который даже глазом на меня еще не взглянула но у них точно такой же иммунитет против меня тех кто слышал живое неповрежденное слово они трясутся буквально делятся в злобе на меня на игнатьевцев на игнатьевцев самые близкие к православным это баптисты которые верят святую троицу жертву иисуса христа признают душу приходя в православие они являются пример природным православным бабушкины веры найдите такую аудиторию которая готова слушать я пойду хоть завтра когда я вел занятия в доме ученых новосибирского академии городка то они сказали мне что к ним приезжали баптисты и расхваливали свою веру а теперь вы тоже самое говорите но уже в православной вере кому же нам верить я предложил им сделать так как поступил в греции в древней элладии поступали в греции в древней элладии за длинным столом сидят слушатели а на разных концах стола диспутанты арбитр слушает а спрашивает к примеру православного с кем он будет беседовать и православный перед всем залом должен по подробно рассказать об учении своего оппонента допустим православный а баптисте говорит этот человек баптист они любят библию признаете не священной книгой у них в библии только канонические книги 66 66 книг они верят в войсу во святую троицу с купительную жертву иисуса христа что каждый должен сознательно прийти ко христу уверовать в него как лично своего спасителя они верят уверены они верят уверены в том что верующий имеет жизнь вечную уже сейчас то есть у них полная уверенность в своем спасении согласно слов христа они не крестят детей у них нет икон молитвенного призывания божьей матери сватых и ангелов они принимают крещение во взрослом возрасте сообщи с обещанием служить богу доброй совести в полное разовое погружение в воде в воде они верят что у человека есть бессмертная душа и учить ее или мучиться в аду или быть в раю определяется только при жизни человека арбитр спрашивает у баптиста правильно ли объясняет правильно ли объясняет их учение православной этот подтверждает да это верно после этого баптист должен точно также подробно охарактеризовать веру того с кем он бесит будет беседовать такой порядок необходим для того чтобы не было битья по пустому месту то есть не рассуждали о выдуманном противнике я предложила широколобым ученым именно этот метод но поставил условия как шахматной игре поставить на стол часы и после того как жеребий решит кто будет говорить первым на избранную хозяевами тему чтобы время у оппонентов было абсолютно равное чтобы никто не нарушил тишину ничего не подсказывал а нарушителей сразу выводить вон желающие помочь своему могут это сделать только через записку были избраны доверенные люди и посланы к баптистам города новосибирска сказав чтобы они оповестили своих об этом и в других городах избрали самого разумного ученого выдержанного а слушатели в академгородке и решат какая вера лучше и тут примут я предупредил посыльных об одном что когда они договорятся во всем только не говорите им кто будет вести диспут ни под каким видом так как я жил несколько лет в новосибирске и мы с ними многократно встречались на подобных диспутах которые я вел по птицы согласились мы тоже поставили условия чтобы им заранее сказали кто будет с противной стороны возвратившиеся спросили что нам делать как бы как выполнить их запрос если они узнают что это буду я то они никогда сюда не придут и от встречи откажется переговоры наши зашли в тупик я сказал говорите чтобы вы убедились что это действительно так так как моё имя и отчество не владимир николаевич и николай владимирович которых по несколько десятков в любом городе то баптисты не стали переспрашивать кто из такой на мгновенно ответил нет от встречи отказываемся они это бесстрашные баптисты слагали обо мне легенды по всей стране называя это явление опасным барнаульским учением книги баптизм и современность лялина пишет что весь контингент баптистов в настоящее время состоит на 85 процентов из бывших православных в барнауле начался отток в обратном направлении из баптистов в православии баптистская патриархия их центр всех всех б в москве издали из издали специальную энциклопедию инструкцию чтобы не под каким видом не давать лапкину слова своих собраниях об этом не говорила руководство киевской харьковской и других баптистских общин утверждая что они сами читали мои труды в четырех толстых томах может это было пророчество о сегодняшних днях 25 4 0 2 я получил из печати четвертую книгу к истинному православию так что относиться на диспутов с баптистами все понятно надо трудиться открывая им сокровища православия не встретился с знакомый священник который служил в караганде и он вел беседу с баптистами стали муж с женой и сказали ты нас не убедил но вот когда мы были в барнауле у баптистов то с ними беседовал лапкин и мы были среди слушателей мы сразу же с мужем хотели уйти но лапкин заметил это взглянул на нас и мы не могли сдвинуться с места как прирослик скамейки у него какие-то чары таких басен своей свой адрес я слышал много